на сборы уходят считанные мгновения все движения отточены до автоматизма уже через пару минут бригада в пути ведь в этом деле каждая секунда на счету человек провалился под лед но не спешите пугаться на этот раз тревога учебная совместные занятия проводят водолазы пожарно-спасательного центра и сотрудники гимс раз за разом профессионалы отрабатывают действия по оказанию помощи используя как подручные так и специальные средства ведь если дойдет до настоящего происшествия механизм спасения должен работать как часы тренировки служб экстренного реагирования в жизни очень приближена к реальным однажды была ситуация когда прохожие завидев с набережной какие-то действия бросились к реке и остановились наблюдая то есть явно было видно что они встревожены и было очевидно что люди не сразу поняли что это тренировка роль тонущего конечно берет на себя профессиональный водолаз под гражданской одеждой на нем гидрокостюм в котором комфортно даже в ледяной воде если при восхождении на лед человек собрался ему над собой либо иметь такие вот шила для самоспасения либо обычные гвозди большие вот если не получается то переворотом на спину пытаться забраться на лед потому что лицом вперед никогда не получится потому что очень скользко ну как вам в роли потерпевшего быть очень холодно если человек быстро не окажет помощь в течение получаса он может не выдержать если это не закаленный человек видите там вдалеке на снегу черные точки это сидят рыбаки основная целевая аудитория спасателей в зимний период помимо тренировок регулярно проводятся профилактические беседы с этими товарищами на одну из них мы сейчас и отправимся тамбовских любителей рыбалки на своем снегоходе объезжают специалисты мчс а разговор простой просят быть внимательнее не проходить мимо потерпевших а также вручают памятку с техникой безопасности не проваливались никогда не было сейчас проваливался но по последнему льду это уже давно было тоже не пришел на водоем не оберегал технику безопасности утром мороз ночью мороз стукнул я прополз а вечером пополз жара и провалился сами вылезали или сам вылез там доски спасибо вылезом никого не вопрос на пруду с тех пор аккуратно с тех пор я больше не лезу на последний лед последний лед самый опасный не первый от себя добавим будьте осторожнее всегда проверяйте толщину льда и в случае беды звоните 112 дмитрий сергеев николай иванов александр кобзарев область новостей